Но царь, умилосердившись, отпустил и долг простил. Он не сказал, а верни мне какую-то часть, отдай сколько можешь. Он взял и простил просто долг. Просто взял и простил. Но дальше человек поступил каким-то странным образом. И его поведение возмутило людей, которые знали эту историю и видели эту историю. Так это? По тексту. И они пошли и рассказали царю. И тогда царь был, в общем-то, возмущен поведением этих людей. Он был возмущен. И он говорит, не надлежало ли тебе, что сделать? Так же простите. Не надлежало ли тебе помиловать, товарища твоего, как я помиловал тебя. И когда мы говорим об отношении человека и человека, действительно, прощение несправедливо. Действительно существует проблема. Но когда мы говорим о том, что Бог простил, тогда надлежит нам. Разницу чувствуете, да? Если мы из всех отношений уберем Бога, тогда действительно несправедливо, неправильно. Но как только приходит прощение от него в нашу жизнь, тогда он спрашивает, а ты теперь не должен ли простить? Потому что я-то тебе простил, и явно простил больше, чем не прощаешь ты. И когда человек говорит, я не могу простить, значит, по сути дела, на самом деле он не понял, что ему было прощено. Но когда мы понимаем, что прощено нам, тогда нам легко прощать всех остальных. Если мы не понимаем, что прощено нам, существует проблема с прощением и остальных. Когда мы смотрим на неверующих людей, которые не знают Бога, им тяжело прощать. Почему? Потому что они не приняли прощение от Бога, они не пережили его, тогда им тяжело. Но нам, верующим, которые приняли и пережили это прощение, должно быть легко прощать остальных. Здесь понятно? Хорошо. Итак, мы потихоньку приближаемся, наконец-то, к искуплению. И мы видим, что есть определенные требования к человеку со стороны Всевышнего на пути приближения к нему. На пути приближения. Бог говорит, существует препятствие, грех, который разрушил наши взаимоотношения. Он говорит, грех принес в твою жизнь нечистоту. И это потому, что ты не отделил себя и не хранил эту чистоту. Ты не хранил, не отделил себя, ты не стал святым. Но приятная новость, великая новость, которая дана нам в Писании. Мы смотрели в традиции, глядя на праздник Рош-Хашина. Мы говорили о том, что есть прощение. И оно принадлежит мне. И это приятная весть. Потому что, если не было прощения, где бы мы были? Но есть прощение. И есть прощение на пути покаяния. На пути тшуы. Понятно, да? Здесь все понятно? Складывается теперь из этой мозаики целая картина. Почему мы так долго собирали эти кусочки? Они нам необходимы. Понимание касательно греха. Творец имеет цель. Творение имеет ответственность. И когда мы не справляемся со своей ответственностью, мы попадаем мимо цели. Когда мы попадаем мимо цели, мы грешим. Когда мы грешим, мы теряем чистоту. И мы нуждаемся в восстановлении чистоты через путь швы. И в дальнейшем должны отделять себя от нечистоты. Хранить себя в святости. И нам необходимо прощение. Здесь все понятно? Далее Бог говорит. Послушай, если ты хочешь пережить прощение от меня, принять прощение, которое принадлежит тебе, но потруднись тогда простить всех. Прежде чем приблизиться ко мне, получить от меня прощение, человек должен приготовить здесь все. И это были дни швы или дни трепета. Здесь все понятно? Теперь, по милости Божьей, мы приступаем к понятию жертва. Без понятия жертвы, очевидно, об искуплении трудно будет говорить. Да? Нам нужна жертва, или нам нужно разобраться, что такое жертва, с чем ее едят. Всегда ли ее едят? Или не всегда? Кто ее ест? Кто ее не ест? И так дальше. Да? Жертва. Что такое жертва? Добровольный отказ от чего-нибудь в чью-либо пользу. Подходит это определение под слово «жертва»? Да. Отказ от выгод или утех своих по долгу в чью-то пользу. Отказ от выгод или утех по долгу в чью-то пользу. Подходит такое? Да. Что отдают или чего лишаются невозвратно? Что отдают или чего лишаются невозвратно? Добровольный или вынужденный отказ от имущества, прав, привилегий, ради поставленных целей и получения выгод в будущем. Добровольный отказ или вынужденный от имущества, прав, привилегий, ради поставленных целей для получения выгод в будущем. Подходит такое определение? «Приносимый в дар Божеству предмет или живое существо». Причем, если это живое существо, оно убивается, жертва убивается. Если приносится в жертва животное, оно убивается. Еще раз. Приносится дар Божеству. Если вы выкупили живое существо, вы приносите дар. Вы не приносите живое существо. Вы приносите что? Дар. Жертву в виде материального дара. Но когда вы приносите в жертву животное, что с ним сделают? Его убивают. Это, в общем-то, некоторое определение, взятое из толковых словарей, которые говорят нам о нашем восприятии. Я не против. Вы можете повторить, что я сказал? Я же просил не молчать. Уже я просил не молчать, а повторить то, что я сказал. Получится? Ну, вот я об этом же. Вы же здесь не для того, чтобы молчать, а для того, чтобы слушать. Цель не достигается просто. Итак, толковые словари, они нам иногда раскрывают то слово, как мы его понимаем. То есть, есть какое-то слово жертва. Какое понимание у нас есть о жертве? Ну, и для того, чтобы мы имели правильное понимание, умные люди составляли толковые словарей, чтобы вы взяли и посмотрели, правильно я понимаю или нет. Потому что иногда мы произносим какое-то слово, и потом, открывая толковый словарь, узнаем, что, оказывается, мы его можем произносить не в правильном смысле. Поэтому, когда я задался вопросом, что такое жертва, я решил проверить, что мы понимаем над словом жертва. И здесь, очевидно, одно простое и достаточно ясное понимание, прослеживающееся во всех этих определениях, и дело их, в общем-то, общим. Это отказ от чего-то, добровольно или недобровольно. Причем, отказ от чего-то, как материального, так может быть и нематериального. Привилегия, преимущества и так далее, и тому подобное. Но это добровольный или недобровольный отказ от чего-то для достижения чего-то или просто так, от ничего делать. Для достижения какой-то определенной цели в будущем. Зафиксировали для себя вот такой портрет? Отказ от чего-то, материального или нематериального, для достижения какой-то цели в будущем. Жертва. Применимо ли к этому слову понятие чего-то неценного? Незначительного? Нет. Нет. Когда мы говорим о жертве, это что-то ценное и значимое для меня. Жертва всегда несет убыток даятелю. Оно? Оно. Жертва – это то, что привлекает наше внимание. Когда мы слышим о чьей-то жертве, это оставляет нас равнодушным? Это может нас раздражать, может удивлять, может вызывать наш интерес, но это не то, что оставляет нас равнодушными. Нас может заинтересовать, по крайней мере, что двигает этим человеком, что он способен на такие поступки. Жертва может нас возмущать. Нас возмущают языческие жертвы. Нас возмущает принесение человека в жертву. Нас возмущает. То есть, мы понимаем, что это не пустое занятие. Это что-то, что привлекает к себе внимание других людей. Чужая жертва, она привлекает к себе внимание. И особенно, если это то, чем цените сами вы. Понятно, о чем я говорю. У нас есть некая ценность в нашем мире. Эта ценность называется деньги. Ценность? И смотрите, что интересно. Вы хотели чем-то поделиться, вам дать микрофон? Ценность при жизни на этой земле. Деньги, мы в прошлый раз говорили, это то, что будет сопровождать нас постоянно, пока мы находимся на этой земле. Они не перейдут с нами в вечность. Там денег не будет, слава Господу. Мы там переживать за это не будем. Но пока мы на этой земле, это то, что нас волнует и интересует. Итак, деньги. Странная такая штука. Бумажки или маленькие кругленькие монетки и так далее и тому подобное. Многообразие форм. Люди узнали о том, что вы верующие. Узнали люди окружающие вас? И люди, как правило, они задают такой специфический вопрос. И что, вы деньги туда отдаете? Они спрашивают вас, послушайте, скажите, пожалуйста, вы деньги туда? Почему их это интересует? Никогда не задумывались, почему людей интересуют? Отдаете ли вы то, что является ценностью для них, ну и они так понимают, что и для вас, в какое-то место? То есть вы приносите какую-то то, что является ценным вы от этого добровольно или принудительно, как они думают, что же вас же всех здесь оболванили, околпачили, заставили сюда деньги носить, продавать там квартиры и так дальше. То есть что-то произошло, что вы нормальный здоровый человек. Что-то съехало, и вы денежки взяли и понесли. Оставляет ли их ваше заявление да, даю равнодушными? Возмущаются. Или возбуждает это интерес, да? Потому что вы не поверите, этот тест, этот тест на искренность вашей веры. Когда они спрашивают, вы туда отдаете, они спрашивают, слушайте, вы серьезно к этому относитесь? Если вы жертвуете, это показывает ваше отношение к тому, куда вы жертвуете. Если вы стали верующим, и жертвуете, значит, дело плохо. Вы серьезно к этому относитесь? Если вы стали верующим, но не жертвуете, как хорошо. Это вылечится, это пройдет. Он походит немножко и успокоится. Он не серьезно к этому относится. Но если есть жертва, то это показывает людям ваши отношения. Это знак не только для вас, но это знак и для окружающих вас людей. Это показывает искренность вашей веры, серьезность вашей веры, и это не оставляет людей равнодушными. Заинтересовывает, раздражает, возмущает. Они могут негодовать, доказывать вам, что вы неправильно поступаете, но это не оставляет их равнодушными. Потому что они понимают, что в вашей жизни что-то произошло такое, чего они не в состоянии понять. До сих пор. У некоторых до сих пор. Это нормально. Итак, это применимо к жертве? Жертва, то, что привлекает к себе внимание, и то, что является для многих центром происходящих событий. Да? Оно указывает, что это центр, или есть что-то другое, что является центром. Понятно, о чем я говорю? Еще раз. Смотрите, есть жертва, есть какая-то жертва, она является центром. Это то, что привлекает к себе внимание. Да? Окей? Вы говорите, послушайте, я верующий. Я верю в Бога, Абрама, Ицхака, Якова. Ну, хорошо. Верь себе на здоровье, никому не мешает. Деньги даешь? Да, даю. Оп! Появилась жертва. Появилась жертва? Да. В рассказе я верю, все нормально, все хорошо, жертвы нету, как бы рассказывай, бухти, космические корабли бороздят просторы большого театра, никому не мешаешь, жертва. Появился некий фокус, появился некий центр, который привлек к себе внимание. Что это? Бог Абрама, Абрама, Ицхака Якова? Жертва. Но на что указывает жертва? На Бога. То есть, жертва привлекает к себе внимание. Жертва становится неким центром. Но на самом деле, для меня-то она указывает на кого? Но для внешних людей она привлекает к себе внимание. И для внешних людей жертва является чем-то значимым и важным. Но для приносящего его интересует жертва или то, кому он ее приносит. Итак, когда мы готовы принести жертву или когда кто-то приносит жертву, то получаемый результат он ценит больше, чем жертву. Или жертву? Получаемый результат. То есть, жертва сама по себе является лишь способом получить результат. Отлично. Чем больше жертвы, тем круче результат. Согласен. Чем на большую жертву мы готовы, тем больше мы ценим результат. Так? Итак, еще раз. жертва – это отказ. Варианты существуют. Добровольный или… Это отказ. Да? для получения. То есть, есть цель. Да? Есть цель. Жертва – то, что привлекает к себе внимание других, но для того, кто приносит ее. жертва, по сути дела, необходимый путь для получения конечного результата. Здесь нам нужно сосредоточиться вот на каком моменте. Жертва прежде всего показывает для меня, насколько я ценю цель или хочу достигнуть какого-то результата. Жертва прежде всего показывает кому? Мне. И жертва в конечном итоге показывает мне, мое. Мое. значит, очень важное замечание во всем этом. Где-то я здесь про Бога сказал? Нет. Я рассматривал пока, говоря о какой-то цели, да? Я не описывал, от чего мы отказываемся. Здесь есть материальная, нематериальная часть. Есть? Здесь есть добровольный, недобровольный отказ. Есть? Есть? какая-то цель. Она может быть материальной, может быть нематериальной, да? Пока мы говорим о том, что жертва приводит к потере чего-то ради достижения чего-то. и говорит нам о том, что есть нечто, что я хочу получить и ценю больше, чем то, с чем я расстаюсь или теряю, и от чего я отказываюсь. Это понятно? Общий смысл понятен? Теперь еще один очень немаловажный вопрос или аспект, который стоило бы сюда написать. Жертва связана с риском. Это не магазин. Результат достигается неоднозначно. В магазин, когда вы приходите, есть товар и на нем висит ценник. И вы знаете, что вы заплатили за эту цену и вы получили. Это не значит, что вы заплатили и может быть, продавец даст вам этот товар. Попробует он не дать. Да? Вы еще возьмете за свои денежки, проверите срок годности, надлежащее качество, соответствие весу, сертификат происхождения, соответствие и так дальше. Вы как потребитель, собственно говоря, имеете право. Вы заплатили цену, и вы получили товар и, соответственно, имеете права как покупатель. Здесь существует некая другая проблема. Жертва связана с риском. Вы можете получить, а можете, извините, не получить. при всем при этом, вы потеряли это для себя. Если вы не получили или не согласны с тем, что вы получили, вы не можете получить вашу жертву. Если вы удали денежки, получили товар, посмотрели, не подходите, возвращаем деньги назад, то с жертвой это не проходит, потому что это не товар и это не покупка. То есть вы можете принести жертву на самом деле. Жертва может быть не принята, но для вас она потеряна. спокойно, только начало. Жертва то, что для вас может являться ценным и безусловно должно таким являться, может быть абсолютно не ценным для того, для кого вы это принесли, предназначили, отдали, посвятили. Короче, с чем вы расстались? То есть то, что для вас было ценным, и мы говорили, что незначительное, неценное, мало ценное, не относится к понятию жертвы. Это что-то ценное для меня, то с чем я расстаюсь. Вы туда это собственно говоря оторвали, отдали, а там говорят, мне это вообще не надо. То есть то, что является безусловным ценным для вас, может таковим не являться тому, кому вы ее жертвуете, принесли. Но вместе с этим вы это все потеряли. ну, раскрою тайну. Вы догадываетесь, наверное, что мы не говорим о жертвах, приносимых человеком человеку. Мы будем рассматривать аспект даяния все-таки больше говоря о духовной сфере. И здесь очень важный аспект. Жертва это нечто материальное или нематериальное. Но даже если это материальное, то оно все-равно перерастает в духовную сферу. Когда мы говорим о жертве Богу, независимости от того, материальная это жертва или нематериальная, она все-равно переносит нас в духовную сферу. Это понятно? То есть нематериальные отказы понятны, не так как бы нематериальные, тут как бы все хорошо. Но материальные отказы все-равно переносят нас в духовную сферу или направлены в духовную сферу. Понятно, да? Ну, как это обычно бывает, мы пойдем от противного. Мы пойдем сначала от некоторых вещей, которые мы, я надеюсь, не практикуем. От принесения жертвы идолам. Посмотрим на некоторые принципы, заложенные в принесение жертву идолам или иным божествам. Для чего мы так делаем? Для чего я так хочу сделать? Что, показать разницу? Вот они делают вот так, а потом посмотрим, как делаем мы, а может мы точно так же делаем? А у нас работает, а у них нет. Давайте посмотрим, может, а потом будем делать выводы. По идее, я думал, что мы по-разному должны это делать. У них не работает, а у нас работает. Итак, человек по-прежнему должен принести то, что ему дорого и ценно? По-прежнему. Но вот тут возникают некоторые нюансы. Сейчас я настрою страничку. и так. когда человек приносит что-то ценное жертву идолам, он размышляет не только над ценностью для себя, но и для ценностью для божества. дар должен быть ценным не только для него, но и для кого? Если этот дар не ценен для божества, такая жертва будет принята божеством? Нет. Для того, чтобы приобрести благоволение в будущее, человек должен принести что-то, что бы понравилось божеству, которому он принес. Если дар будет или жертва понравится, то жертва будет принята. Если не понравится, извините, не обижайтесь, вы потеряли это, но сори, целей не достигли. Это понятно? Да. Поэтому человек должен крепко поразмыслить над тем, что будет ценным для божества. Это понятно? Понятно, что человек сел, нахмурил брови, насупил лоб, начал размышлять. что я могу ценного дать, чего у меня есть, чтобы ему не угодить. Или не угодить. Ну, что-то, короче, чтобы ему понравилось. Потому что если не угодить, то зачем расставаться, и так все плохо. А тут еще лежишь, и будет еще хуже. Поэтому человек размышляет. И размышляет, чтобы не принести, живешь напрасно, соответственно, да, сидит, бедный, мучается, страдает. И при этом риск промахнуться велик. Ну, во всяком случае, можем сказать, присутствует. Вот. Жертва, риск, все равно присутствует, все равно требует от человека, собственно говоря, сильной концентрации внутренней энергии. Размышлять надо, думать. Так? Кстати, возлюкает любопытный вопрос. А как он знает, жертва принята или нет? В момент перенесения знает? Он может только по результату в будущем определить для себя жертва принята или, собственно говоря, жертва не принята. Итак, первое. Я бы на вашем месте все записывал бы, потому что плохо, если вы не все записываете. Здесь есть некие принципы. Итак, человек должен размышлять, что ценно не только для него, но и изменяй, если оно не будет ценным для божества, понятно, что деньги на ветер. мимокацию не примет. Должно быть ценным для божества. Должен размышлять. Второе. Риск принести не то в жертву остается достаточно великий. и о том, что жертву принято или не принято, он узнает в будущем. По результату. я уговорю. То есть, если я хочу, чтобы в моей жизни все было хорошо, ну, к примеру, я земледелец, мне нужен дождь, я принес жертву, дождь пошел. Ес! угадал. Приняли. Влучшив. На следующий год принес то же самое, дождик не пошел. Что-то не так. Совпадение. Так, значит, хорошо. В прошлый раз было совпадение или в этот? Ну, возражаю. Случайно. Случайно. Столько всего в будущем может произойти, но нам же надо, чтобы наверняка. Итак, жизнь человека зависит от различных духовных сил, как они считали. Солнце, дождь, зной, холод, болезни представляли для язычников большую опасность. И они понимали, что с этими силами надо что? Договориться. Если, ну, не будут помогать, чтобы хоть не мешали, чтобы подлецы хоть не вредили, что? То же не специально как на зло. Нужен дождь, засуха, нужен засуха, дождь. Ну, что ж такое? Солнышко надо, чтобы оно вызревало. Дождь идет. Как на зло. Как на зло. Поэтому надо с ними договориться, надо размышлять, надо думать, чего же им такого принести. Потом принесли с риском потерять. И в будущем только сможем проверить, попали мы в цель или не попали. Да. Все хорошо, только есть маленькое но. Духи не нуждаются ни в чем материальном. Духи-то ни в чем материальном не нуждаются. Попандос. Души, девственницы. Ну, вот разве что, я не подумал. В чем-то нематериальном может нуждаются. Ну, это же процесс размышления. Вариант? В материальном не нуждаются, может, в чем-то нематериальном. Типа, принесем в душу жертвеннице, то есть, убьем девушку. В Мадагаскаре, помните, там король принесил жертву этого жирафа. А поможет, вы идете, попробуем. Ну, вот это, это же этот процесс веселый и удачный. Но я думаю, что прежде всего они нуждаются, чтобы мы их уважали. Внимание мы оказывали, вот в этом. Вопрос, по крайней мере, не по адресу. Ну, то есть, ну, не ко мне. Это у них, вот можно узнать, что они дурят. Ну, понятно, если мы их уважать не будем, то точно они гадость какую-то сделают. Поэтому нам надо крепко подумать, как же нам их уважить. Потому что, если они управляют этим миром, и мы с ними не договорились, они стали, остались с нами недовольны, то пришла беда. Со всех. Послушайте, мы говорим о людях, приносящих жертву. Так нам пришла беда? Им. Это же не, это же, ну, это же не про нас. Ну, что вы, ну, как же. Итак, принося жертву язычники, отказываясь от того, что они имели, направляли все это достопочтенному ихнему божеству, рассчитывая, что они не лишатся того, что осталось. Планка, минимум, не потерять то, что есть. Так, потеряем жертву, зато остальное с бережом. Планка, минимум, не потерять то, что осталось после того, что мы принесли. Чтобы вот эти злые духи не отобрали то, что есть. Потому что они еще хуже могут сделать. Это же подонки. То, что нажито непосильным трудом. два золотых подсигара и так дальше. Куртка, отечественная, кожаная, две штуки. и так, планка, минимум, не потерять. Если не потеряли, можно строить отношения дальше. Если не потеряли, можно строить отношения дальше, приносить что-то, чтобы он, как бы, этот дух формировал обстоятельства, благоприятные для меня любимого. важное замечание во всем этом процессе. Важное замечание под конец во всем этом процессе. Мы говорили о многих вещах, о поиске благоволения, о желании сохранить, приумножить и так дальше. Важное замечание. Центром всего во всем этом процессе остается человек. Центром всего во всем этом процессе остается человек. Как бы поклоняется идолу, как бы жертву приносит ему же, любимому, как бы уважение выказывает ему, но все это для себя. Все это для себя, чтобы приобрести, ну или не потерять, планка как минимум не потерять, дальше приобрести больше, чем есть сейчас, чтобы в будущем мне, любимому, было лучше, чем сейчас. спокойнее, лучше, но по крайней мере минимум не хуже. Да, причем как правило в этом мире. Понятно? Несмотря настолько, сколько всего мы не говорили об отказе, мы от себя отрываем, но отрываем для того, чтобы получить кому? Себе. Здесь и сейчас как можно больше. Понятно? Сессия эта тоже подошла к своему концу. Большое спасибо. без этого я все Продолжение следует...